МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной выпуск программы «Толерантность» в студии Екатерина Келлерова. На этот раз я предлагаю поговорить о казачестве, точнее о том, чем занимается это общественное движение в Матичинском районе. Для этого наша съемочная группа отправилась в штаб Матичинского хуторского казачьего общества для разговора с атаманом Кимом Антиповичем Ярушко. Матичинский казачий атаман Ким Ярушко – человек с активной жизненной позицией, твердыми моральными принципами и неиссякаемой энергией, которой могут позавидовать многие представители молодого поколения. В свои годы, а Киму Антиповичу перевалило за седьмой десяток, он ни минуты не сидит на месте. Я вообще потомственный казак Донской, и у меня предки, и деды, и прадеды казаки. Но время такое было все время, и мое время, когда я еще был пацаном. Не очень-то любили даже форму казачью. А мне дед рассказал, что перед войной и после войны вообще казачьи фуражки за это наказывали, сажали, брали в милицию. Поэтому так получилось, что я стремился всю жизнь к чему-то. К чему, не просто так в общем, а стремления были к жизни сначала. Потому что у нас семья была довольно большая, 4 человека. Двое погибло во время войны. Я родился в день войны, вот чудом выжил. Сестренка уже после войны родилась. Поэтому отец трижды был в плену. Меня долгое время в училище не брали в военную. Я хотел быть разведчиком вообще-то. Но разведчики не получилось, потому что я немного побыл в училище. А потом меня очищали, потому что у меня род казачий. Это первое. И второе, что отец дважды в плену был. Он уходил из плена, убегал. Но это уже не имело никакого значения. Казачество на Руси было и в почете, и в опале. Менялась власть, а вместе с ней и отношение к этому общественному движению. Оно зародилось еще в XIV веке на бескрайних степных просторах Руси, в понизовьях Дона и Днепра. Особое военное сословие, люди, которые работали по найму, охраняли границы государства и жили своей общиной жизнью, с готовностью участвовали в военных конфликтах, войнах и сражениях. В советское время отношение власти к казачеству было неоднозначным. Движение не раз упразднялось, но затем активизировалось вновь. Возрождение казачества в нашей стране началось в конце 80-х годов XX века. На Матичинской земле три года назад по инициативе потомственного донского казака Кима Ярушко появилось казачье хуторское общество, которое объединяет неравнодушных казачеству людей, патриотов своей родины. Вот я создал казачье хутор, причем в короткое время. Это было три года назад, в 2009 году. Потом провели мы круг. Круг – это собрание общее, где тоже отличие от обыкновенных собраний, круг называется совсем другое, потому что там нет больших речей. Казак должен выступать только один раз на круге. Он должен только по существу говорить. Есть определенная процедура интересная, когда избрали атаманом именно его посвящение в атаманы. Там надевается головной убор, там молитва читается. В казачьем обществе есть человек, батюшка, он из храма, из мытического может быть, но у нас отец Владислав, из храма всех святых, который окормляет казачье общество. То есть казак без веры, говорят, не казак. Казачество – это не религия или национальная принадлежность, это образ жизни и сила духа. Испокон веков это движение объединяло самых разных людей – русских, украинцев, белорусов, калмыков, татар-казахов. Главное, чтобы человек искренне любил свою родину, был истинным патриотом, готовым всегда по первому зову встать на защиту государства. А еще верить в Бога и свято чтить многовековые казачьи традиции. В жилах самого Кима Антиповича Ярушко течет не только южнорусская кровь. По словам атамана, его бабушка была турчанкой. И наверняка немало таких людей, которые являются настоящими казаками, но принадлежат к самым разным национальным этногруппам. – Раньше принимали и татар, и французы. И кого хочешь, лишь бы главной была вера. Сегодня тоже русских, независимо от того, где он работает, ну чтобы, конечно, мы каждый год контролируем, чтобы у него не было привода, чтобы он был, так сказать, послушным гражданином нашей страны. – Патриотом. – Патриотом, чтобы, потому что все-таки главное – патриотизм. Мытичинские казаки активно участвуют во всех районах и городских мероприятиях, где не просто демонстрируют особый колорит и культуру этого общественного движения, но и помогают охранять правопорядок и безопасность. А также на собственном примере воспитывают подрастающее поколение. – Казачье общество – не просто какая-то общественная организация любого типа, которая что хочет, то и делает. Это казачья организация реестровая. То есть мы все введены в казачий реестр. При необходимости мы обязаны в короткий срок собраться, и мало ли каких-то, то ли терроризм, то ли какие-то непредвиденные действия, мы к этому всегда готовы. Вот. И основная задача сегодня – это что? Это воспитание молодежи. Это воспитание духа молодежи. Я, например, всегда против того, когда говорят, что в здоровом теле – здоровый дух. Я, например, против этого. Может, я где-то с научной точки зрения не прав, но я считаю, что если у человека есть дух, есть дух настоящего воина, есть дух стремления к чему-то, дух труда, потому что вся жизнь – это труд. Вот тогда и сила в теле будет. Тогда и тело будет развиваться так, как положено, пропорционально развитию его способностей. Поэтому я вот такую точку зрения придерживаюсь ее, говорю всем, с кем беседую. Ну, поэтому мы в основном выступаем в школах, встречаемся со школьниками, встречаемся с их родителями. Значит, мы встречаемся с молодежью. Вот каждый год мы встречаемся с молодежью, трудными подростками. Вот мы проводим, если проводить, так целый день. Мы там учим их тушить пожар, владеть казачьим оружием, поем песни. Разные казачьи игры в штабе везде специальные для казачьих игр. Есть и для их мероприятий антрибуты разные. Но я хочу сказать, что в основном казачество – это дух. Безусловно, для казака важно внутреннее духовное содержание человека как личности. Но и внешняя атрибутика не менее значима. У казаков даже мундир выглядит отлично от других. По-другому он и называется. Если правильно говорить, то это не казачий мундир, а казачье справа. Казачье справа необходимо для всех случаев жизни. То есть, ну, прежде всего, хочу сказать, что если и раньше, когда казаченок, казак, молодой, в 19 лет, уходил на службу, он должен был иметь коня. На коня все принадлежности. Начиная от удечки, седла, переметные суммы. В эти переметные суммы были нижнее белье, парадная одежда, значит, несколько там шерстяных носков. То есть вся была полностью одежда. Ну, парадная была, конечно, вот такой примерно, вот такая вот парадная одежда. А в принципе, значит, вот сейчас сейчас в белой рубашке, это тоже парадная одежда, это в жаркое время. Ну, раньше казаки белой рубашки мало носили. Носили в основном гимнастерки. И вот сегодня вот это просто как парадная, у меня есть такая гимнастерка такого же цвета. То есть, ну, и, естественно, отличается, ведь казаков много, волжские казаки, так сказать, и кубанские, и донские. Ну, укажешь, отличается по лампасам. Вот у казаков донских у них красные лампасы. Вот, например, вот у других желтые лампасы. Одновременно кубанцы, лампасы у них вообще тоненькие, совсем другие. Ким Антипович Ярушко рассказал нашей съемочной группе не только о том, чем истинный казак живет и во что верит, но и поведал истории своей собственной непростой жизни. А также прочитал стихи, которые написал сам. И стал он возвышать казачество. Псевдоказаки, к сожалению, есть в любом обществе. Вообще всегда он любил честь. Да, он любил славу. А кто или славу не любит? Любят все славу, но все-таки честь дороже. Говорят, такая пословица, что говорят, жизнь народу отчесть никому. Душу Богу отчесть никому. Вот это, наверное, самое главное. Но если честно, так подходить на сегодняшний день к казачеству и, допустим, к нашему мытищинскому, многие вступили в казачество, я не буду называть их фамилии, которые думали, что здесь какие-то большие деньги, может быть, или, может быть, такой почет, что, в общем, его возведет куда-то высоко. Но, к сожалению, мне стыдно за этих казаков. Я их, и мы их не исключаем. Мы набираем новых, молодых, ребят, которые хотят. А эти пусть живут, как хотят. Когда-то человек все равно вспоминает о своих делах и анализирует свои ошибки. Может, даже перед самым концом жизни. Но, тем не менее, они поймут. Поэтому, как они поймут, это у каждого по-разному. А мне вот, у меня сначала я писал стихи, и, причем, надо сказать, я никогда в жизни не был поэтом, никогда не писал стихи. И где-то вот с 2006 года случайно ехал, кнув на день рождения, что-то начал писать. И почему-то Господь, наверное, дал что-то свыше, что я начал писать стихи. Сначала простые. У меня много стихов, я могу вам сказать, абсолютно в разных направлениях. Ну, например, о той же, о жизни, просто о жизни самой. Например, вот жизнь проходит, и мчится, и скачет. И костры над рекой горят. Кто-то песни поет, кто-то плачет. Сито в сказке детей веселят. Незаметно мы стали седыми. Только жизнь забурлила, опять вспоминаем себя молодыми. Жаль, что нет уж движения вспять. Жизнь нам дарит суровые всплески. Проверяет на верность друзей. И так хочет напомнить, тихонько, по-детски, чтобы стали немного мудрее. Наверное, вот мудрость – это то, чего вообще не только каждому. Не хватает от простого человека до самого высокого уровня того же президента. Иногда вот люди ошибаются, значит, говорят, вот он не мудрый. Вот мудрость – это и нет. Или такие стихи обыденные о жизни. В нашей спешке мы забываем что-то хорошее, что-то забываем. О жизни не задумываемся. Куда спешим? Куда несемся? Летим, стремоглавнее обернемся. Осталось жизни сколько дней, не знаем. Все быстрее, быстрее. А может, так и надо жить? Самим собой не дорожить. И сила есть, и вдохновение, и радость встречи, и упоение, и добрых дел больших поток, и жизнеподанный урок. Встряхнут невзгоды наше сердце, и скрипнет поднебесная дверца. Нам ангел молвит. Эх, напрасно жизнь губишь. Так она прекрасна. Скажи мне, в жизни что твоей дороже? Что всего милей? И к сердцу поступает ком. Еще не стал я мудрецом. Себе шепчу, остынь немного, вся впереди твоя дорога. Даю себе команду, стой! И выстрел в вену, холостой. Пока холостой. А потом, а потом идут патроны. Я, так сложилось, я несколько раз вообще чуть не погибал. Были, и в детстве была такая ситуация. Например, такая, на нас уже запомнился. Мне даже, я одно стихотворение этому посвятил. Мы после войны, на Дону там было очень много боев, и много было бомб неразряженных. После войны собирали меди, оловы, то есть нужны были цветные металлы. Ну, а мы разряжали бомбы, снаряды, потому что было сразу, они весят прилично, а, так сказать, с паровозом там откручивали кое-что, но это уже нехорошее дело. Да, а мы сюда. И вот однажды мы пошли, дело было в мае месяце, было очень тепло, жарко, солнце. Ну, и один, наш самый старший, заметил одну бомбу авиационную, большую, но говорит, тут у нас будет навар, будет здоров какой. И когда мы стали откручивать, там определенные моменты, мы уже знали, что она вдруг зашипела. Зашипела и начала потихоньку вращаться. Мы, конечно, я был, там еще человека четыре было моих ребят, моего возраста было, мне 8 лет. Все рванули раньше, почувствовали уже постарше, которые они в окопчике, там воронки были. А я стою, смотрю, они кричат мне, давай, быстрее. И когда я уже подбегал к воронке, она рванула. А впереди идет взрывная волна, а потом идут осколки. И вот, ребята, вот рядом со мной парень, куда я упал, у него, как он был, у него полчерепа свисло. То есть из 12 человек я один остался просто, весь в крови, но невредим. Остальные кому пятку, кому ногу, кому, значит, 6 человек похоронили, сразу была братская могила. И это, по словам атамана, не единственный раз в жизни, когда он находился на волоске от гибели. Но пережить все невзгоды помогала активная жизненная позиция и настоящая казачья закалка. Очередной выпуск программы «Толерантность» на этом подошел к концу. Увидимся на канале ТВ Мойтища, как всегда, в четверг. Удачи вам, будьте терпимей и добрее друг к другу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»